Ситуация. Мне выпала возможность пообщаться с 22-летней психологиней, которая поставила мне диагноз. Я со своими знакомыми решила поехать на природу, так скажем, отдохнуть и покушать шашлычок. И среди нас была девочка, 22-летняя психологиня, которая заявила всем, что работает она онлайн-психологом, разбирается с детскими травмами. Мы сидели за столом, потом все куда-то разбежались, и я с этой психологиней осталась наедине. И мы начали обсуждать друзей и парней. Начали мы с тех парней, с которыми приехали на природу, что якобы для нее было очень странно, когда ее попросили скинуться деньгами для того, чтобы купить выпивку и еду. Якобы она к такому не привыкла, и когда она жила в Киеве, то у нее совершенно все было по-другому. И она мне начала рассказывать, как же у нее там было в Киеве, что якобы все ее друзья из богатых семей и парни приглашали девушек, парни сами скидывались, арендовали дом, накрывали на стол, а девочки никогда ни за что не платили. И когда сегодня ее попросили скинуться вместе со всеми, то для нее это показалось максимально странным и максимально не по-мужски со стороны парней. Что якобы если парни приглашают ее вот такую вот всю прекрасную провести вместе время, посидеть в компании, то они должны платить за это. И не важно, друзья это или нет. Потом с темой друзей мы перешли на тему парня. И она начала мне рассказывать, что абсолютно все парни всегда за нее везде платили, и даже за ее подруг. И для нее это абсолютно нормально, когда ее парень сидит в компании ее и ее подруги и платит и за нее, и за ее подругу. А если парень этого не делает, то она не будет с этим парнем, и этот парень плохой и не достоин ее. Вернулись ребята, мы еще немножко посидели, пообщались и решили, что можно поехать в бар. И в баре началось самое интересное. Мы приехали, я взяла себе коктейль, купила этой психологине пиво, потому что у нее не было денег. И мы сидим, общаемся, вроде как все хорошо, бар уже начинает закрываться, и музыка утихает. И тут психологиня решила на телефоне включить музыку. Я говорю, девочки, ну давайте выключим музыку, ну зачем? Ну это же некрасиво, некультурно. На что девочки мне отвечают, да почему? Да это нормально, да мы же никому не мешаем. Вон смотри, там за соседним столиком вообще кричат. Я говорю, да пусть кричат. Давайте мы себя будем тихо вести, давайте выключим музыку, лучше посидим, пообщаемся. И психологиня у меня спрашивает, а кто тебе сказал, что это вообще некрасиво слушать музыку на телефоне в баре? Всем здорово, саночная связь. Ребята, не забывайте про мой курс, как взаимодействовать с женщиной без потерь. Уже давно про него не напоминал. Ссылочка на мой сайт есть в описании, проходите, ознакомьтесь, там все мои курсы. Он конкретно этот на 5 часов, в видеоформате, из 10 глав состоит. Как пробивать женщин на инстинкт, как вкладывать их в постель, как с ними знакомиться, как не бояться знакомиться, как справляться со своей похотью и так далее. Как вычислить меркантильных женщин. Все это там есть, много практики там, ребятам. Так что проходите, ознакомьтесь, пишите мне в личку. Там внизу есть кнопочка почитать отзывы. Так что смотрите, ознакомьтесь. По поводу этого, слушайте, у меня вопрос, а какой нормальный вообще человек пойдет к психологине, ну там за консультацией, там может какие-то проблемы, вопросы решать, который 22 года. Не, ну реально, слушайте. Нет, я понимаю, допустим, знаете, ну такие профессии, которые, знаете, не требуют глубокого опыта, потому что все-таки психолог, у него должно быть больше опыта, практики. Теория-то, конечно, прекрасно, без теории мы тоже никуда не денемся, но тем не менее, допустим, чаечка, которой 22 года консультирует людей по вопросам психологии. Которая, я извиняюсь, не нюхала еще не то, что вообще ничего не нюхала. Слушайте, я считаю, как бы, то есть, ну хотя бы лет 5 должно быть практики именно с людьми, чтобы пообщалась она там и так далее. Вот и естественно, как бы эта практика не то, что она там пришла именно в клинику и работает, как бы, по крайней мере, там со знакомыми, с друзьями, там может с родственниками. То есть, вот такая вот практика, да. Понятное дело, что она там не доказуема никаким образом, но тем не менее, то есть, ну в любом случае, ребята, 22 года человек, он чисто физически не смог бы себе такую практику создать. Ну то есть, как я понимаю, то есть, человек сначала отучивается в каком-то заведении, там университету, институт, да, после этого практикуется там, да, возможно, даже не на бесплатных курсах там и так далее. Может быть, каким-то интерном там и так далее, да. Но судя по ее возрасту, она еще даже не окончила там какое-то заведение. И она уже проводит платные консультации. Нет, я понимаю, там все хотят зарабатывать там и так далее. Слушайте, мне даже к ней вопросов нету, потому что, ну ребят, ну тут уже и так все понятно. У меня вопрос к тем людям, которые к ней ходят, ребята. А знаете, кто к ней ходит? Я вам сейчас объясню. Ребята, именно вот, и вот стоит вот этой вот чаечке психологине быть мужским психологом, ребята, у нее там отбоя не будет. Потому что, опять-таки, вот, ребята, та же самая похоть, пися встала, зрение опустилось сразу же моментально. Кто там консультирует тебя, сиськи есть? О, все, побежал туда, да. А потом они жалуются, ребята, от психологин сейчас очень много, вот почему вот это, это не что там, не регулируется законодательством. Так это и не будет регулироваться. Как это будет регулироваться? Я же говорю, она еще даже заведение какое-то не окончила, скорее всего. Что там будет регулироваться? Она тупо в ТикТоке, типа, вот телефон, как бы обращайтесь за консультацией. Все, пожалуйста. Никакого ни опыта, ни образования там и так далее. Ну, может быть, образование в процессе. Но, опять-таки, что она может наконсультировать там, ребята? И потом вот мужчины чаще всего жалуются. Да не только мужчины, там, чаечки, те же самые тоже приходят там и так далее, да. Ребят, как получается такой опыт, ребята? Да очень, в принципе, просто. Если человек хочет получать такой опыт, он просто тупо будет изучать людей. Я даже когда, у меня еще не было там ни образования, ничего, как бы, мне просто нравилось. Ну, если человек к этому расположен, мне нравится изучать женскую психологию. Вот нравится мне. Я вообще люблю женщин, вы это знаете, да. Вот очень обожаю их, можно сказать, наслаждаться ими, да. И мне, ну, я просто, как-то, может быть, на подсознании понимал, что если мне нравится с ними взаимодействовать, и при этом я платить не хочу и не люблю, я все свои деньги тратчу только на себя. А чаечки, вы знаете, какие у нас сейчас, да. И то ли, может быть, мне пришлось в паре с тем, что мне нравится женщина, да, как бы, то есть, ну, так, знаете, немножко изучить тему глубже, чтобы, во-первых, и себя насыщать удовольствием, да. Вот бесплатно. Ну, и с другой стороны, как бы, вы видите, во что это переросло сейчас, как бы, да. То есть, как бы, вот у нас большой канал, много мужчин прозревает. То есть, я вот по мере возможности пытаюсь дать информацию мужчинам, чтобы они, так скажем, не обжигались, да. Вот, как я получил этот опыт, ребята, как? А вот, пожалуйста, общаюсь с мужчинами на канале, вот на стримах, в комментариях, вживую, конечно же, с чайочками вживую общаюсь. Ну, так мне уже 35, а деятельность я свою начал, ну, так более-менее, так скажем, профессиональную, как бы, уже к 30. То есть, а все это время я получал опыт свой, который не оплачивался абсолютно ничем. Кто-то скажет, это мое упущение. Возможно, ребят, возможно. Ну, тем не менее, как бы, я считаю, что в 22 года психологом быть, ну, такое себе. Можете со мной поспорить, ребята, конечно же. Конструктивную критику, конечно же, тоже приветствую, как всегда. Давайте дослушаем. Я говорю, ну, мама мне такое говорила. А, мама говорила. И тут психологиня выдает. Так, может, тебе в детстве мама все запрещала? Я на нее смотрю, говорю, да нет, мне наоборот мама в детстве все разрешала. Да и ограничений у меня не было. Да и не нуждалась я ни в чем. И тут психологиня мне выдает диагноз. Да у тебя детская травма, да тебе мама в детстве все запрещала, да ты такая зажатая, да ты такая скромная, да ты вообще, короче, во всем виновата мама. Потом психологиня со своей подружкой вышли на улицу. Я так посидела, посмотрела, подумала. Думаю, да, бывает же такое. В итоге они возвращаются обратно. Я сижу, смотрю, они там что-то перешептываются между собой. Я думаю, зачем мне сидеть в той компании, там, где мне некомфортно. У меня есть деньги, я в любой момент могу уехать домой. Я думаю, поеду-ка я домой и оставлю вот это. Пусть остаются сами, без меня. Возле меня сидел мой знакомый, я попросила, чтобы он встал, я выйду. На что он мне ответил, нет. Ну, это было в шутку. Но все равно, нет, ты никуда не пойдешь. Я говорю, почему? Я пойду, потому что мне можно. И в этот момент, когда психологиня услышала, что я сказала, что мне все можно, она начала хохотать со своей подружкой и говорит, ой, смотри, теперь она говорит, что ей все можно. Я так смотрю на это и думаю, да какой же из тебя психолог? Раз ты мне уже поставила детскую травму, раз ты сказала, что мне мама все запрещала, и тут ты слышишь, что я говорю, что мне все можно, и ты начинаешь с этого смеяться и меня подкалывать. Какой же ты психолог, скажи мне? Я встала, вышла, вызвала себе такси и уехала домой. И сидя в такси, я получаю смс от этой психологини. Ты где? Ха-ха-ха. Я на это смс ничего не ответила, после чего я ее заблокировала и больше не общалась с ней. Я очень люблю этих онлайн-психологов, которые сами так себя называют, без никакого образования. И вот она, не зная правила этикета, рассказывает мне о какой-то психологической детской травме. Ну, собственно, как-то так 22-летняя психологиня поставила мне диагноз. Скажите, Саныч, неужели ты согласен с чаечкой, да, в этом ролике? Да, ребята, я с ней частично согласен, но то, что вот это именно насчет психологини и так далее. Но, ребят, а вам не кажется, что это все вообще, ну так скажем, неправда? Знаете, что приду в аргумент? Она в начале ролика сказала, что якобы типа, ну вот я со своими знакомыми поехали, там поехала, там какая-то психологиня вот эта вот была, как бы, ну якобы она с ней незнакомая, то есть, ну там знакомая знакомых там какая-то, да, непонятная, да. А тут в конце ролика она ей присылает смс на номер телефона. Слушайте, так, а зачем они номерами, ну если как бы вообще весь вечер она к ней, ну она ее не знала по факту, да, и она такие, знаете, как-то скептически к ней относилась. А зачем они номерами и телефонами обменялись вообще? Куда она ей смс прислала и зачем? Зачем они обменились номерами телефона? Не подникается вам, ну здесь вывода два. Либо она ее знала до этого. Значит она уже как бы не новая знакомая, как бы, ну опять-таки, зачем ты там, если ты к ней так неприязненно относишься, да, вот и опять-таки ты едешь к ней навстречу там, где-то по психологине будет, да, значит, как бы, ну, значит, я все устраивала. А если, допустим, ты ее не знала, зачем вы обменивались номерами телефона, куда она тебе смс прислала? Ребят, еще раз повторяю, что все эти чаечные истории, это, ну, процентов 90 это вымысел. Ну, не знаю, хайпа им хочется, лайков им хочется, толпый оленяк хочется, чтоб честное поднимали, чтоб донатили, чтобы там еще что-то делали. Я не знаю, что они хотят, ребята, ну вот-вот, они выдумывают это все, понимаете? Нет, она, по сути дела, как бы плохого ничего не рассказала, как бы, да, вот эти вот психологи не 20-летние, как бы, ну, это трешательно. Но стоит ли сделать вывод и о, так скажем, рассказывающем персонажа, да? Мне вот давеча ребята чуть ли не захейтили там в одном ролике, когда чаечка рассказывал, якобы, типа, она там попала в аварию, тем, да, вот, и она позвонила там своему парню, какому-то другу еще, родственникам, типа, короче, надо было десятка рублей, 10 тысяч рублей, да, чтобы порешать эту всю ситуацию быстро, да? И вот, якобы, типа, парень ей денег не дал, начал, типа, там, советы ей давать, а друг ей не дал, типа, она порешала ситуацию, и после этого она парня бросила. И она так рассказала, конечно, что парень абьюзер, там, вообще плохой и так далее, да, как бы, я, то есть, разложил ситуацию, то, что, как бы, ну, по факту для нее тот парень, с которым она встречалась, она не получила от него денег, и она, как бы, его бросила после этого, то есть, ну, следовательно, здесь, ну, железная логика, то, что, значит, она держала этого парня для того, чтобы он решал ее проблемы, либо финансово, либо как-то еще, и она, причем, там, он мне обещал, что все мои проблемы будет решать, а вот тут раз я не порешал, я его бросила нафиг, и мне, как начали, там, вот эти куколды в комментариях писать, типа, Саныч, ты здесь опарафинился, ты вообще слышал, он же не решил ее проблемы, он ей не помог, там, и так далее, ребята, вы вообще слышите, что вы говорите, он не дал ей денег, и она его за это бросила, то есть, получается, она его держала тупо для денег, для решения ее проблем, и это я опарафинился, я опростоволосился, ребят, вы либо слушайте ушками своими то, что я рассказываю, потому что я о своем деле мастер, я знаю вот эти все ситуации психологические, я знаю женщин, я знаю психологию, я умею слышать их и слушать, потому что слышать и слушать в понятии общения женщины, это разные вещи, когда ты ее слушаешь, просто то, что она говорит, это ты слушаешь, а когда ты видишь и знаешь ее психологию, это ты слышишь женщину, женскую психологию, это разные вещи, поверьте мне, ну как-то так, ребята, внимательно слушайте, что чаечки рассказывают, и вот эти все вот моменты у них, они очень сильно палятся, я это замечаю просто на раз, ну это так просто на будущее, в общем, ребята, не забывайте про мой курс, как взаимодействовать с женщиной без потери, ссылочки все есть в описании, хорошего всем дня и отличнейшего настроения, спасибо за просмотр,